Игромания представляет Состоялось переиздание одного из лучших сайд-скроллеров прошлого года «Резаган». Бывший эксклюзив для PlayStation 4 переиздали на PlayStation 3 и Vita. Воксельную графику немного упростили, но в остальном «Резаган» остался все той же веселой космической пострелушкой, пестрящей всеми цветами радуги. На территории СНГ вышла одна из самых нестандартных корейских ММО-игр — M-Star. Она не предлагает облачать персонажа в откровенные доспехи и крошить монстров. Это танцевальная ритм-игра, которая переносит нас в виртуальный ночной клуб, где можно позажигать с другими игроками под известные треки отечественной и зарубежной эстрады, Эрика Придза, дискотеки аварии, группы «Руки вверх» и многих других. M-Star предлагает уйму возможностей по настройке своего героя и имеет все необходимые специальные функции для заведения новых знакомств. Студия Insomniac Games выпустила второе загружаемое дополнение для игры Sunset Overdrive, эксклюзива Xbox One. Называется оно «The Mystery of Muel Rig» и переносит действие на нефтяную вышку, расположенную в открытом море. Если оперировать чистыми цифрами, то дополнение привносит в игру две новых миссии, два образца оружия, две спецспособности и два коллекционных предмета. Появились и дополнительные соревновательные режимы с ачивками. Соскучились по играм, полным ярких красок и летнего настроения? Не проходите мимо! Вот и все, что доступно в рождественскую неделю. Издатели и разработчики отправились на заслуженный отдых. А вслед за ними отправляется на каникулы и передача «Во что поиграть?» вплоть до момента появления новых релизов. Да, всего три игры, не густо. Ночью выходили в последнюю неделю перед Новым годом. Буквально через минуту вас ждет топ-продаж, а пока я расскажу вам, как мы вместе с вами будем праздновать Новый год. Нашу традиционную предновогоднюю передачу «Дедов Морозов» в этот раз мы решили провести в прямом эфире. Смотрите нас в понедельник, 29 декабря, на Твиче в 7 часов вечера. 7 вечера. Понедельник. Твич-канал «Игромания». Будем отвечать на ваши вопросы, спорить, разыгрывать призы, дурачиться. И так до глубокой ночи. А еще раньше стартует подведение итогов года на нашем сайте. Каждый день мы объявляем победителей в одной номинации. А какой именно, решаете вы голосованием. Заходите на сайт, голосуете. Какая номинация наберет максимальное число голосов, ту мы и открываем. Текстом на сайте и роликом на ютубе. И так по одной в день. Кроме игры года, конечно, ее мы объявим последней. В сегодняшнем выпуске мы подводим итоги и вспомним 10 самых продаваемых игр 2014 года. Именно суммарно и именно за весь год. Пятерку мультиплатформенных проектов замыкает Watch Dogs. Стартовала игра достаточно успешно. Всего за неделю было продано свыше 4 миллионов копий. К концу года Ubisoft доложила, что со складов компании было отгружено свыше 9 миллионов копий, но в магазинах пока что отоварилось только 7,5 миллионов человек. На четвертой строчке оказывается боевик Destiny. В Activision очень довольны продажами шутера. В рознице разошлось свыше 8 миллионов экземпляров, а всего же в игре побывало свыше 13 миллионов пользователей. На третье место опускается GTA V. Благодаря выходу версий для Xbox One и PS4, за 2014 год по всему миру разошлось еще немногим менее 9 миллионов дисков. Суммарный тираж оценивается в 39 миллионов копий. Серебро достается FIFA 15. Новая часть футбольного симулятора выступила гораздо успешнее своего предшественника. Если на конец прошлого года продажи FIFA 14 составили 8 миллионов копий, то в этом году FIFA 15 привлекла внимание свыше 12 миллионов человек. Самым продаваемым релизом прошлого года оказывается Call of Duty Advanced Warfare. Ее результаты составили 12 миллионов 700 тысяч копий. По количественным показателям Advanced Warfare значительно уступает как чемпиону прошлого года GTA V с результатом в 29 миллионов дисков, так и предыдущей игре серии. К концу 2014 года Ghosts были примерно на миллион копий выше. Пятерку самых продаваемых эксклюзивов за год замыкает The Last of Us Remastered. Переиздание одной из лучших игр прошлого года для консоли PS4 достаточно бодро стартовало, а затем неплохо нажилось во время сезона предрождественских распродаж. Строчкой выше располагается Yo-Kai Watch 2. Вторая часть сходу побила продажи первой игры и к концу года почти перемахнула за отметку в 3 миллиона проданных картриджей. Но этого результата в нашем чарте хватило лишь для завоевания четвертой ступеньки. Бронза достается Mario Kart 8. Аркада стала самой быстро продаваемой игрой для Nintendo Wii U и существенно подстегнула продажи консоли. Более того, благодаря Mario Kart 8 в интернете появился новый мем под названием «Смертельный взгляд Луиджи». А все из-за взгляда, которым Луиджи одаривал соперников во время обгона. На второй ступеньке финиширует Super Smash Bros. for Nintendo 3DS. На конец года продажи файтинга превысили 4 миллиона картриджей. Ну а золото достается Pokemon Omega Ruby and Alpha Sapphire. Всего за месяц во всем мире разошлось свыше 5 миллионов картриджей. Причем 3 миллиона было продано в первые же 3 дня с момента релиза. Впрочем, стартовые продажи Pokemon XY были еще выше. Но тогда игра стартовала во всем мире одновременно. А в случае с Omega and Alpha релизы в разных частях света были разнесены по времени. На этом все. Играйте только в лучшее! Субтитры создавал DimaTorzok